Итак, значит, суть в чем? База этого всего действия – это, по сути, репрессивный репноз в таком мягком эриксоновском варианте. Для чего здесь используются кристаллы? Кристаллы здесь используются в основном для того, чтобы, с одной стороны, это драйверы, заземлители, с другой стороны, это фокус линза, который нам позволяет, ну, скажем так, увидеть то, что мы в обычном состоянии не видим. То есть, состояние измененного сознания, она как бы фокусирует на нашем намерении что-то где-то увидеть, и как бы картинки тут более четкие, ситуации мы можем рассмотреть более близко и так далее. Кристаллы встраиваются как бы условно в наше биополе, они вибрируют примерно на той частоте, на которой вибрирует наше тело, гормональная система конкретно, и образуется некая такая сеть, которая называется ГРИД, это уже политотерапия, можно посмотреть, кому будет интересно, вот именно те, кто работают непосредственно с кристаллами. Здесь кристаллы нужны в основном для того, чтобы глубже погрузить в сознание, в измененное состояние сознания и сфокусировать и заземлить. То есть, по сути, лучше, чем камни, мы вот сразу с этими задачами всеми, я не знаю, что еще может справиться. Это на самом деле очень-очень удобно. Почему? Потому что, когда мы уходим в регрессивку, здесь очень важно, чтобы именно, ну я буду называть это терапевт уже психологическими терминами, чтобы терапевт мог, ну, условно удерживать клиента. И для того, чтобы ему было легче удерживать, вот как раз вот эти заземлители и фокусы нужны. Потому что, если клиент где-то застревает, в каком-то, неважно, в своей реальности, в своей фантазии, как бы мы это ни назвали, и у терапевта, в общем-то, нету, ну, как минимум, какого-то такого опыта или понятия, что делать, человек может залететь туда достаточно основательно, и это будет, ну, скажем так, опасно для его психики. И я сразу тут оговорюсь, я не говорила, об этом не описала, но везде написано, что кристальная раскладка – это обалдеть как не опасно и так далее. Ну, я бы так не сказала. Почему я на этом застряю внимание? Для того, чтобы вы понимали, что когда вы идете в регрессивку, что такое регрессивка? Это не обязательно ваше прошлое жизни, это не обязательно воплощение каких-то ваших предков по роду, да. Это может что-то быть сгенерированное вашим подсознанием, то есть какая-то ситуация для решения того вопроса, который вы заявили. Это может быть ситуация, выдернутая из коллективного бессознательного. То есть это может быть на самом деле все, что угодно. Если человек к вам приходит, вы же не спрашиваете у него там справку сразу, да, было вообще как, нормально или нет, да. Бывает, что есть всякие моменты, да, и если человек заходит достаточно глубоко и погружается, ну, назовем это условно фантазией, бывает, что выйти оттуда достаточно сложно. У меня был такой случай, когда я с таким хорошим напряжением выводила человека. То есть я просто переключилась, скажем так, в терапевтическую работу, просто его оттуда выдернула и быстро вывела из вот этого состояния, и больше я не работала. Если вы видите, что так происходит, человек говорит, что я не могу выйти, я не могу, у меня картинка не меняется, я дальше не могу пройти, там со мной происходят какие-то трансформации, я схожу с ума и так далее. Это признак того, что его надо экстренно оттуда выводить. Сейчас я немножко про это скажу детальнее, но пока начала говорить про камни, закончу с ними. Значит, у нас будет, мы будем пользоваться тремя раскладками. То есть у нас будет, здесь вот есть в методичке, схема раскладки, да, общая схема, экспресс-раскладка и расширенная. Скажу честно, я пользуюсь в 99% случаев экспресс-раскладкой. Экспресс-раскладка – это всего три камня, то есть это два камня-драйвера, которые кладутся на ладонные чакры, они, их предназначение – это заземлять, и одновременно они являются, причем драйверы таким, ну, дают движение, да. И третий кристалл – это что-то, как правило, полупрозрачное, это кладется на так называемый третий глаз, это фокус-линза, которая вот как раз помогает клиенту сосредоточиться на том, что он видит войти глубже в сознание, измена состоит в сознании. Общая раскладка. Общая раскладка, по сути, представляет собой кристальный кокон. Кристальный кокон – это раскладка, которая практически окружает все тело, она часто проходит по чакрам, по каким-то энергетическим точкам вокруг тела, ну, и, по сути, человек, как бы, получается окружен таким кристальным коконом. Почему я ее не очень люблю? Потому что, когда слишком много камней, они имеют, ну, скажем так, вибрации достаточно, не, скорее, не тяжелые, а медленные. И когда их очень много, они не очень хорошо синхронизируются с процессами в теле. И, с одной стороны, они погружают глубже, с другой стороны, все это дело идет медленнее, сам процесс растягивается, допустим, там, не на час, час двадцать, может до трех часов доходить. И есть ли смысл в таких манипуляциях? Ну, я его не всегда вижу, тем более люди устают. То есть, если это вот они просто не на такое основательное, согласны лежать три часа, сто процентов он за эти три часа двадцать раз ходит в туалет, сорок восемь раз попьет чай, выпьет воды и так далее, потому что тело плохо держит вот столько этих вот вибраций кристальных. Но в некоторых случаях, если клиент очень беспокойный, если у него, как ни странно, очень мало энергии, то есть вот он плохо держит, он выскакивает в постоянное состояние, он себя, в принципе, как-то так, ну, слабо чувствует. Мы не говорим плохо чувствует, плохо чувствует, это мы сразу отменяем. Почему? Потому что эта техника все-таки энергозатратная. Как бы там ни говорили, через какие бы мы ни шли там седьмые планы или еще что-то, разница есть. Что вы бы даже поработали на критическом восстановлении и попорхали дальше, и что вы прошли кристальную раскладку, и вы вскопали хороший огород. То есть что вы, что клиент. Это будет чувствоваться по-любому. Так вот, вот как раз, когда человек именно ослаблен, в принципе, скажем так, по жизни, не после болезни, да, вот с малой энергии, тогда мы можем сделать вот этот кристальный кокон. И то, я, ну, Наташа сейчас вяжет, я на ней покажу, где, в каких точках можно ставить минералы. Мы тогда стараемся все-таки не растягивать на эти три часа. Если мы делаем кристальный кокон, хочешь, не хочешь, в 30-40 минут, надо его сворачивать, лучше разделить на несколько сетей. Сложно тело держать. И расширенное. Расширенное – это когда мы еще все-таки дополняем кристаллами, особыми кристаллами для чакр. Почему это хорошо и почему это может быть не очень хорошо? Хорошо это может быть, когда человек полностью разбалансирован. Та чакра заблокирована, это там гиперактивно, та неактивно и так далее. Мы можем просто так подобрать кристаллы, чтобы хотя бы на, скажем так, момент сессии все это дело достаточно синхронизировалось для того, чтобы мы могли провести работу. То есть мы раскладываем тогда кристаллы, там ждем 5 минут, дурим полому клиенту и все, все энергии пошли как надо. Ну и за час, в который вы будете работать, все-таки какая-то настройка, такая базовая чакра произойдет. Но я бы рекомендовала вот эту расширенную все-таки после того, как вы уже хотя бы несколько раз саму методику прошли. Почему? Потому что без привычки сложно иногда понять. то есть слышно, что чакра где-то пони, что-то там не так, да? Но мы можем не понять сразу, это гипер или гипо или что там вообще с ней происходит, да? Поэтому, если чувствуете просто, что что-то не так, но не можете объяснить, что, кстати, иногда клиент, вот вы просто стоите на чакры, тестируете, а клиент начинает рассказывать, там, ой, я не знаю, я там такой в последнее время агрессивный, вот не знаю, вот шел мимо, кому-то дал морду, да? То есть, скорее всего, это будет первая чакра гиперактивна. Значит, мы уже туда, ну, условно, да? То здесь у нас есть, я специально готовила табличку, которая, ну, показывает каким-то признакам, что есть там чрезмерная активность, недостаточная активность и так далее. Вот если клиент проводит прямую связь, то есть, вы конкретно на чакре, вы пытаетесь понять, что не так, что происходит, и он вам вот выдает такую вот историю, вы понимаете, ага, значит, у нас корневая чакра чрезмерно активна, значит, мы не можем использовать вот по таблице дополнительные минералы, которые ее стимулируют, но мы можем, допустим, использовать камень нормализации, чтобы ее не то, чтобы приглушить, мы не знаем, сколько ее приглушать в данный момент, а для того, чтобы ее сгармонизировать. И не обязательно все так чакры проходят, только те, там может быть, две, три, то есть, если чувствуете, что, ну вот вообще, вот вы хотите там провести сеанс, а нет, руки тянутся туда, там что-то не так. Вот тогда вот эти расширенные раскладки я иногда использую, но в принципе, как я еще раз говорю, в 99% случаев это в принципе не надо. Значит, что делать с камнями, как их выбирать? У меня есть там небольшой набор, я его уже разбросала по всему дому, потому что я практически не пользуюсь, а я принесла только тем, что я пользуюсь. Ну, я такой немножко каменный маньяк, я их отрасуду со всех уголков мира отощу, вот я иду мимо, мне понравился камень, я его вот так само и, да, и перевез багажа. Так, вот, что я поняла? У меня они разных размеров, там, какие-то полудрагоценные и обычные, для меня лучше всего работает вот калька. Как драйверы я ничего лучше пока не нашла, именно то, что заземляет, потому что все, что мы видим полупрозрачное, здесь, конечно, полностью Huntington самому напредел перед 알았어요 кубери сбор «кобида» 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 песня И experiment